В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день июня с погоды. В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Ваши две книги. Относительно новые книги. Книги посвящены традиционной пище карачаевцев и балкарцев. И вот я хочу узнать, почему эта тема? Чем эта тема вам интересна? Вы такой кулинар? Вы знаете, очень многие спрашивают. Вероятно, это кулинарный сборник. На что я отвечаю? Что приступив, например, к работе, я тоже считала, что это монография, обе монографии, о пище. Но, вы знаете, оказалось, вновь и вновь мы говорим только о себе, о человеке, о наших потребностях, о наших надеждах, страхах, слабостях, тьме и о свете мы говорим. Вот после удовлетворения витальных таких потребностей, человек уже может воспринять что-то более высокое, более тонкое, прочие ценности. Пища открывается совсем с другой стороны. Если первая монография 22-го года, она говорит об утилитарных функциях пищи, то вторая работа 23-го года – это уже рассказ, это исследование, анализ сакральной пищи. А, Мадина, это значит, что здесь вообще нет рецептов? Да, на удивление некоторых, да, у нас рецептов нет. Это именно анализ, функции пищи раскрываются. Для чего и почему это всё? Ну, какая же сложная тема, войти в те времена и делать анализ. Я понимаю, что это тяжело. Что вам помогало в поиске информации? Вы знаете, изначально получилось так, что моя бабушка Узденова Аблютанаевна очень хорошо готовила именно национальные блюда. Далее, когда уже я вошла в другую семью, моя свекровь была очень приверженец традиций. Она готовила те блюда, которые, наверное, много-много десятков лет назад ещё готовили. Она знала все рецепты. И вы собирали потихонечку. Я потихонечку, я опрашивала. Не то, что опрашивала, я интересовалась. Почему именно так? Почему вдруг постоянно, вот, например, Тышмек, почему у него как солнце лучи? Почему именно крестообразный надрез? Почему Табахачин, опять же, с дырочкой посередине? И как потом мне объяснили, что это крест Теири. Вы знаете, Белла, пока вот человечество существует в своём материальном, таком телесном воплощении, для него в равной мере имеет значение как телесная, так и духовная пища. А в этой монографии такой баланс. Должна отметить, что работа оказалась достаточно востребованной. Вероятно, придётся мне её переиздать. Благодарю своих информаторов, которые оказали большую помощь в восстановлении, во-первых, хронологии событий и выявления функций пищи в календарной семейной опрятности. Спасибо мне. Спасибо вам. Новый информационный день продолжает. Своё вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести Северный Кавказ». Затем программы «Русская редакция» в 14.30. «Вести Карачаево-Черкесия» с Муратом Джанкиозовым. Всем удачной пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова